никому не стоит доверять nfc точно умрет просят это хайп и не делайте ничего о чем мы вас просим все-таки дальше мы вообще туда полетим крипто зима еще не началась все теряют деньги особенно новички друзья всем привет это владимир смеркис вы слушаете силиконовые далее ну и мы поговорим сегодня про трейдинг и про инвестиции хочу сразу заметить что никаких инвестиционных советов даже если мы что-то будем говорить ни в коем случае не прислушивайтесь и не делайте ничего о чем мы вас просим шучу конечно но у меня в гостях сегодня мистер сайлер или родион родион привет привет с родионом поговорим о том вообще как изменился рынок как действовать сейчас и что происходит приветствую всех зрителей рад попасть в эту передачу спасибо что позвали ну собственно что поменялось понимаешь с одной стороны и про крипту поменялось и в принципе экономическая ситуация в мире поменялось вот что ты наблюдаешь что ты видишь за последние скажем там полгода пять месяцев ну за последние пять месяцев если говорить именно про инвесторов то инвесторы столкнулись такой проблемой что рынок совсем не стабилен то есть если раньше было более-менее все стабильно и спокойно то есть когда мы говорим про рынки мы говорим про инвестиции про классическую про фонду или про крипту или про то именно про крипту будем говорить в основном про крипту потому что я крипто блогер и соответственно хотелось бы задеть именно криптовалютный рынок. Так вот, в целом значит у нас был Тузимун, по моей истории второй Тузимун, который я застал, в 2017 также был Тузимун, в котором я уже участвовал, это, скажем так, мое первое ралли было, когда полетели наверх. А во втором ралли вот сейчас я понимаю, что настала сейчас криптозима и, соответственно, такое скажем так, нестабильное положение у рынка, потому что те, кто хотел уйти с рынка, это идеальный момент для них. Но уходят все-таки крупные проекты, надо это понимать, сейчас, допустим, есть американские проекты крупные, в которые люди инвестировали, я думаю, что многие его знают и так, я говорить не буду, что это проект, и, к сожалению, люди потеряли огромные деньги, огромнейшие деньги, и вот сейчас рынок себя в целом ведет вот так, то есть капитализация у нас утекает, мы это видим, это прям чувствуется, потому что даже... — Ну, от пиков в три раза, да, уменьшилось примерно? — Ну, где-то так, да, да, и еще уменьшится, это еще не дно. — То есть ты все-таки веришь, что зима настала, и она вот как бы пока еще нас даже не замело снегом, да? — Сто процентов, сто процентов, дальше будет хуже, потому что если мы сейчас видим курс 20 тысяч у биткоина, и сейчас, буквально три дня назад, закрываются крупные инвестиционные программы, скажем так. — Инвестиционные фонды, да. — Да, инвестиционные фонды, то, соответственно, надо уже понимать, что все-таки дальше мы вообще туда полетим. — Ну, ты знаешь, вот, извиняюсь, что перебиваю, но вот в семнадцатом году, в декабре, когда биток подбирался к двадцати тысячам долларов, огромное количество звонков было людей, которые хотели его купить. Наверное, самое большое за всю историю моего участия в рынке, в принципе, да, то есть на пике, когда все дорого, все хотели купить. Сейчас, да, тоже были звоночки, когда биткоин был около шестидесяти, примерно похожие. Привычки людей поменялись? Или, в принципе, та же самая психология, страх, жадность действует, и вот все хотят неумелые и неопытные инвесторы покупать на пике, и сейчас, когда биткоин стоит 20, они все продают. Что-то изменилось с тех пор? Проблема в том, что ошибки совершают все, даже и те, кто просто, они, ну, тормозов не видят. То есть есть опытные трейдеры, но, к сожалению, вот 67 тысяч они увидели, и все, они думают 100 тысяч. Они думают, сейчас рывок и 100 тысяч. Вот один шаг до 100 тысяч. И когда сейчас все ушло до 20 тысяч, они осознали свою ошибку, так же и новички. Новички-то вообще не понимают, где они, потому что сейчас ложные псевдокурсы продают. Там вообще там базовые знания продают по крипте, вообще непонятно какие там. То есть люди покупают кота в мешке за огромные деньги. Вот сейчас даже там есть некоторые звезды, которые проводят в Дубаях всякие крипто-укенды, скажем так. Да-да, мы об этом уже как раз до тебя немножко поговорили. Да-да, и вот они абсолютно бесполезные. Там те спикеры, которые там присутствуют, они абсолютно ничего не знают, как и тот человек, который, ну, та суперзвезда, которая позвала всех на крипто-укенд. То есть поэтому там делать точно нечего. Это просто потеря денег. Это первая потеря денег на этом крипто-укенде. Вторая потеря денег – это когда уже без всех пойдешь на рынок и когда ты потеряешь деньги. Все теряют деньги, особенно новички. Новички теряют больше, чем остальные. То есть нужно понимать, что ты кусок пирога, который все хотят оторвать. Вот ты эти деньги, ты эти инвестиции, которые ты принес в рынок криптовалюты. И вот все тебя хотят. И поэтому нужно быть вот таким вот ужом, который ползает и, соответственно, пытается увернуться от всех этих падений и прочего. Без, значит, ссадин, синяков и потери депозита, как ты считаешь вообще реалистично это делать? Потому что, не знаю, в моем окружении все люди, кто сейчас даже зарабатывает или там удалось сохранить капитал, все люди теряли эту историю. Я тут даже больше скажу. Нужно уметь терять. То есть, там может быть такой день, когда потеряешь миллион, а может быть и два. Нужно научиться терять миллион и два. Но если ты заработал миллион-два, не только радоваться ему там и говорить, ой, я там. То есть, нужно правильно реинвестировать, нужна диверсификация. То есть, всегда нужны эти деньги правильно, скажем так, применение им нужно давать. То есть, деньги никогда не должны стоять. Это любой инвестор знает. Любые деньги должны приносить деньги. Вот. Если ты куда-то высокорискованно лезешь, то, соответственно. Вот ты упомянул чуть раньше факт того, что много разных курсов и криптозвездных курсов, и поездок, и всего остального. Об этом, наверное, все сейчас говорят. Но, кстати, надо отдать должное, что все-таки социальный капитал звезд дает импульс, чтобы о чем-то люди разговаривали. То есть, все-таки социальный капитал, а аудитория есть. Мы с тобой об этом говорим. Но хотелось бы говорить про правильные тех, существует ли он на рынке, образовательные программы, как правильно построить такой образовательный продукт. То есть, наверняка, кто-то из наших слушателей, у нас много предпринимателей, хочет построить образовательный курс. И сколько вообще можно на этом зарабатывать? Тут бы затронул две темы. То есть, первая тема – это университеты. Могут ли университеты дать такое образование? И я закончил один из лучших вузов нашей страны на программиста. И скажу так. Этот университет никогда не даст современное образование, потому что они не успевают базу обновлять. Они не успевают свежий материал давать. А в такой сфере нужно именно свежее давать. Нужно вот только что-то произошло. Нужно, грубо говоря, там уже людей учить. То есть, по опыту, который сейчас произошел у нас с одним стейблкоином. Вот по такому опыту нужно это как в историю записывать, нужно вот это преподавать, чтобы люди могли понимать. То есть, просто системно вузы как бы вообще не готовы. Не справятся. И вообще система образования меняется. Тут все в такой rapid, в такое быстрое образование переходит, да, или нет? Ну, оно переходит, да, современно. Даже у программистов элементарно. Вот, допустим, я когда программиста учился, у нас очень старая была литература, очень старые учителя. То есть, образование очень плохое, некачественное. Но это, ладно, это проблема нашей страны с образованием, это бог с ним. Также мы и финансовую грамотность не получаем в школе. У нас она отсутствует. У нас люди не понимают, что такое кредит ради кредита. Вообще не понимая. То есть, у всех там по миллиону и прочее. Долго. Я так счастлив был, когда вот вспоминаю, что, по-моему, в первом классе почему-то нам подарили книжки. Знаете, обычно детям дарят, ну, часто в некоторых школах, обычно государственная школа, в Подмосковье, я помню, еще начинал, подарили книжку как раз про детские финансы. И вот это вот точно зародило в зерно во мне, в том, что мне к этому был интерес. Я помню, в школе как я ездил, читал журнал «Деньги», мне прям это было интересно. Это крайне мало с тобой согласен. Какое инвестиционное образование существует? Вот поэтому автором книги ты являешься. Видишь, заложили в тебя тогда хоть что-то, хоть что-то. Да, 100%. Еще раз вопрос, пожалуйста. Да. Какое инвестиционное образование существует и сколько можно заработать денег? Вот там мы за эфиром говорили о том, что тебя приглашают часто делать курсы. Кому доверять вообще в плане инвестиционного образования и как его построить с точки зрения бизнеса? Ну вот сейчас на данный момент на рынке такая ситуация, что я бы ни один этот курс не стал бы даже смотреть, потому что я посмотрел вот так вот, оно на глаз, скажем. Ну это настолько все страшно, это все настолько неграмотно, настолько все это прям... Либо один какой-то спикер, который не является профессионалом во всех областях. То есть вот как бы я сделал курс, если я лично делал бы, я хотя бы хочу даже сделать его. Вот, значит, за майнинг отвечает специалист по майнингу. То есть не я один за все отвечаю. Я инвестор, я могу за инвестиции хорошо рассказать, но за майнинг это не мое, я даже в это лес не буду. Поэтому здесь должен быть специалист за холодные кошельки, обязательно специалист. И вот лично в моем случае я хочу просто блогеров позвать, потому что только, мне кажется, вот блогеры, профессионалы, которые вот имеют аудиторию, вот по ним можно как-то уже, скажем так, понимать, насколько они востребованы, насколько они людям нужны. То есть вот я бы сделал из блогеров такой курс. И в целом на этом можно заработать, ну, я считаю, что миллионов пятьдесят. Это, скажем так, самые востребовательные курсы сейчас вообще, ну, в этой нише, в нише курсов. Я вообще вижу, что понятно, с одной стороны, что блогеры крупные, например, лишились большого количества рекламных контрактов. И в том числе, наверное, один из способов, если раньше они отвергали криптоисторию, рекламу криптопроектов и какие-то NFT-коллекции, то сейчас они на это смотрят. И с другой стороны, понятно, что рекламные контракты ушли, и они, наверное, в образовательную тему тоже потихонечку идут. Нет, здесь больше, ну, вот я как общаюсь, скажем так, с блогерами, и они мне, скажем так, по секрету рассказали, они просто хотят продать свою аудиторию этому рынку, потому что этот рынок очень, скажем так, толстый, много денег. И поэтому, соответственно, они лезут в этот рынок и пытаются продать. Даже вот недавно один форум крупный был, на этом форуме кого только не было из звезд, то есть кого я там только не увидел. И поэтому могу сказать, что все только хотят продать аудиторию. А что касается рекламодателей, допустим, вот в криптовалюте рекламодатели больше всего. У меня вот за прошедший год, ну, наверное, в районе двухста рекламодателей точно было. Разные биржи, проекты. Да, кого там только не было. Даже были скамные проекты. Но единственное, что мой канал о том, что я пытаюсь инвестировать и показывать это людям. То есть я прям открыто все это показываю. И, соответственно, если где-то высокорискованный был, ну, понятное дело, что он может скамануть. Скамануть может что угодно. На этом рынке все может произойти. Знаешь, вот часто я отчасти разделяю такое мнение, что инвестиция в лопаты как бы гораздо круче, чем... В кирку. Да, в кирку и в лопаты гораздо круче, чем, собственно говоря, сам процесс трейдинга. Понятно, что там в твоем случае лопатой является как бы образовательный и медийный, вернее, не образовательный, а медийный контент, да? То есть все-таки, как я понимаю, ты производишь контент, который полезен людям, сам инвестируешь, тебе это интересно, у тебя есть аудитория, с которым ты можешь коммуницировать, ты получаешь рекламные контракты, можешь запускать какие-то свои собственные продукты. Которые будут полезны людям. Да, которые будут полезны людям. Что из лопат, из... Какую кирку можно создать или делать на рынке вокруг инвестиций, вокруг криптовалютных инвестиций? Что еще? Вот за последнее время как раз я вот только с этим моментом и столкнулся. Это то, что блогеры получают много денег, получают огромную аудиторию, и аудитория им говорит, что делать, какой продукт рынку нужен. Сейчас все блогеры, которые есть, они сейчас будут запускать продукты. То есть у каждого там будет свой продукт. Это как раньше девочки-блогеры начинали петь многие, а сейчас делают свой продукт. Да, я даже больше скажу, я и мальчик тоже запел. У меня уже первая песня есть, я тоже запел, про биток песню сделал. Серьезно? Да. Классно. Я так не реализовал, вот на Мегаполис 89.5 FM здесь в студии, когда было свободное время, записал одну песенку, послушал и подумал... За шесть часов, полностью с нуля. Текст, текст, все, на студии профессиональный. Надо обратиться. Вишь, какой ты многогранный. Конечно. Под запуском, что все блогеры пытаются запустить свой продукт, что ты имеешь в виду? Что это, образование? Да, в первую очередь я заметил, что, скажем так, блогеры пытаются сейчас поделить рынок на новичков и на экспертов. То есть им интересно две аудитории. У экспертов уже есть деньги, кто уже инвестирует, а новички, они хомяки. Они деньги несут, но не так много, как уже эксперты. Так вот, значит... Телеграм проще продать, экспертам сложнее. Да, да, да. И они делают продукты, которые проводят анализ всяких проектов. То есть вот есть всякие боты в Телеграме, допустим, как продукт, да, скажем так. Есть бот, который ты вбиваешь, допустим, сайт, и он тебе делает анализ, насколько это рискованно, насколько это опасно, стоит ли в это инвестировать. Как автоматизировано, как он делает посещаемость, количество аудитории в Телеграме. Да, там много почему. По аудиту безопасности она расценивает. Все, что я делаю вручную, уже делают боты. И вот как раз блогеры дали как раз такой продукт. То есть по факту вот уже блогеры сделали интересный продукт, который люди просили, и который действительно нужен. Как раз поэтому я рекомендую, чтобы вот в этой нише вообще заработать, если даже человек там никак не связан, скажем так, ну, с инвестициями, да, там вопросов крипту только пришел и хочет что-то сделать полезное. Можно завести просто свой блог и делать популяризацию криптовалюты. Этим я и занялся в 2017 году. Я просто сделал, когда на пике биткоина, я сделал канал и, соответственно, понял, что это востребовано, что это нужно. Но конкуренция большая и дорого аудиторию закупать. Так ли это или нет? Это так. Насколько легкий сейчас, сколько нужно иметь денег? То есть понятно, что можно хороший контент. Хороший контент, наверное, отчасти себя сам продает, его там начинают репостить и так далее. Ну, допустим, есть неплохой контент. Каким образом все-таки аудиторию привлечь? Сколько сейчас стоит один хороший подписчик, который там останется в течение полугода? Ну, один хороший подписчик будет стоять рублей 70 на криптовалюты. А это хоть куда, на самом деле? Хоть в Телеграм, хоть на Ютуб? Сколько будет еще раз? Рублей 70 будет один стоить. Один доллар? Ну да, да, один доллар. Чуть больше теперь. Ну, смотря какой курс, когда этот выпуск выйдет. А, хорошо. Это звучит, на самом деле, не так плохо. Ну, вот если, грубо говоря, я могу обобщить. Если брать у блогеров на Ютубе, это будет стоить одна реклама 2000 долларов. А если это не криптовалютное что-то, то это будет стоить, ну, тысяч пятьдесят край. То есть, как бы, разница такая существенная. Вот когда мне говорили, что, о, там, зарабатываешь много денег с рекламодателей, там, и все такое. Так я говорил, а столько же и трачу. Я же трачу, у меня тоже дороже для меня. То есть, по факту, эти деньги переливал, получал от рекламодателей, переливал, переливал, переливал на рекламу. И когда уже понял, что все, уже уперся, что уже дальше, ну, просто криптовалютный, скажем так, рынок, ну, не позволяет блогеру больше иметь подписчиков, чем у меня есть. То есть, по факту, там ты не сможешь миллион иметь подписчиков. То есть, просто достаточно лимитированная аудитория. Ну, в России, в России, да, к сожалению. Вот американские блогеры, у них есть полтора миллиона. Но есть, что у них просмотров меньше раз в пять. Ну, хотя Россия, на самом деле, в плане объемов достаточно такой большой, большой рынок в России. Родион, скажи, пожалуйста, вот хочется таким тренд-вончером немножко побыть, по крайней мере, в категориях. То есть, я, знаешь, как вот, если общее наше плавание по криптовалютным временам на них смотреть, там, допустим, с 17-го года, да, то есть, ну, 16-й такой вяленький был, разогревающий, да, там, 17-й год, это как бы эпоха, прям вот год ICO, да, там, год битка от 1020. Потом, там, я не знаю, 18-й год, когда из своих аккаунтов все вычеркивали, что имели какое-то отношение к крипте и открещивались от этого. Да нет, на самом деле, я обычный маркетолог, а не крипто. И канал у меня просто про инвестиции, а не про криптоинвестиции. Вот это были предпосылы, перебью, извини. Были предпосылы для этого, потому что американцы начали жестко прям блокировать. То есть, даже Facebook и прочее. Ну, Facebook запрещенная организация в Российской Федерации. Да, хочу отметить момент. Вот, и они начали просто блокировать моих коллег, они заблокировали просто аккаунты на той же площадке, на которой я веду канал. Ну, так вот, я просто про времена, да, там, 18-й год, такой пауза осмысления, 19-й, 20-й, я лично для себя отмечаю, что это зарождение и как бы активное развитие DeFi-проектов, там, я не знаю, кошельков, DEX-ов и всего остального, о котором, понятно, что в 17-м говорили, но ничего рабочего как бы не было на тот момент. 20-й год, наверное, это год, ну, во-первых, восстановления, там, в конце уже, да, восстановления рынка и его второго пришествия и наступления криптовесны и криптолета затем. И, конечно, NFT, да, там, 20-й, 21-й год, год NFT, это вот и Bipple, и OpenSea Rarible, и в 21-м году запустился Marketplace Binance, Binance NFT Marketplace запустился 24-го июня 21-го года. Кажется, что там в этом году все говорят, по крайней мере, полгода про Move to Earn истории, да, и появился один крупный игрок, да, в которого в том числе мы инвестировали, появилось огромное количество, в том числе в российском крипто-сообществе, не будем давать оценки, но тоже какие-то свои проекты. Понятно, что хочется заходить на самом раннем этапе. Что ты видишь происходит из категории, там, как-то говорили мы про DAO, я тоже говорил, что вот DAO должно что-то как-то вот стать осязаемым и понятным, но как-то пока не произошло. Про метавселенные, ну, вроде бы, да, окей, тоже. Метавселенные тоже, наверное, в 22-м году, в 21-м году стали такой очень обсуждаемой темой и покупка земель и всего остального. Что дальше? Вот как немножко заглянуть за пределы, что ты видишь, что развивается, какие технологии, где можно вот тот самый ранний урожай свой хотя бы засадить? Ну, если говорить о пределах, то можно просто посмотреть дорожную карту, у кого какие планы, то есть можно зайти в каждую сферу и посмотреть, какие планы. Если говорить, допустим, метавселенные, то у них в планах там с крупными компаниями сделать VR-очки, эти VR-очки подключить, и, соответственно, там уже все, будешь ходить, купишь NFT, то есть ты уже все, там, персонаж, ты ездишь, ходишь. Земля твоя, продаешь ее. То есть вот, это, если говорить чисто только за, допустим, за направление там NFT, например, это тоже. Ну, и DeFi тоже можно отнести к DeFi. Ну, и к Мете тоже. Ну, это да, то есть они развиваются, все понятно, что там NFT-шники не говорят, что NFT умер или на паузе, потому что новые способы, игровые NFT, NFT опять-таки кроссовочные, разные там и так далее. А что вот дальше? Ты чувствуешь какой-то, я не знаю, ветер перемен и новых проектов? В каких сферах они будут? NFT точно умрет. То есть это хайп. То есть это такой продукт, который, скажем так... Не инвестиционная рекомендация. Да, инвестиционная рекомендация, это личное мнение блогера. Потому что за этот эфир уже прозвучало, что криптозима еще не началась, биткоин существенно... Ну, как сказал Илон Маск, крипто ночь. Так, хорошо, NFT нет, а что да, что да, вот скажи. Что да, что да. Ну, ICO, допустим, с рынка уже давно ушли. Появились какие-то новые формы, появились IDO, появились ланчпады, появились коинлисты. Вот ланчпады, да, ланчпады, я бы на них сделал ставочку. Ланчпады действительно мне, скажем так, по душе. Что еще по душе? Ну вот, если честно, я в DeFi очень сильно верил, но вот после событий, скажем так, которые три дня назад были, я уже, если честно, понимаю, что сейчас в DeFi начнут уходить. То есть они сейчас дождались криптозимы, дождались дна, но это еще не самое дно, и они нас сейчас загонят в самое дно. То есть мы еще впереди почувствуем самое дно только из-за того, что уходят крупные игроки с DeFi рынка. Через минут 10 я переформулирую свой вопрос и все-таки дождусь от тебя. Ответа конкретно. Какие категории, да, какие категории, может быть, я не знаю, знаешь, вот эти смешные такие штуки, как Sex to Earn, да, вместо Move to Earn появляются, ну, условно, да. Ордион, про ненужные инвестиционные советы. Мы вот вначале сказали, что весь наш эфир не является инвестиционной рекомендацией. Люди очень, с одной стороны, хотят получить кнопку бабло, да, то есть вот, типа, ты мне скажи, что делать, да, я дам деньги и буду делать, следует, да, то есть все группы и каналы по сигналам и всему остальному, там, не знаю, social trading платформы, копитрейдинг платформы, да, то есть вот платформы, на которых можно занести деньги, и трейдер будет за тебя торговать. С другой стороны, сильно расстраиваются, когда происходит что-то не так, да. Ну, ты же сам выбрал это, да, то есть тебе нужно самому тогда образовываться, понимать, как цепочки блоков строятся, как майнинг устроен, в чем суть, я не знаю, децентрализованных платформ и так далее. Вот как правильно к знаниям подойти, как было бы разумно двигаться, там, начинающему криптоинвестору, чтобы не потерять свои деньги и не наслушаться неправильных инвестиционных советов, потому что, в принципе, люди там разумные на рынке есть, которых, ну, интересно слушать, я не знаю, Виталик, там, Сизи, там, еще кто-то, да, а может и нет, как ты считаешь? Ну, в первую очередь, хочу дать сразу же совет в том, что никогда... Не инвестиционный. Нет, он инвестиционный не касается. Никогда в доверительном управлении не стоит отдавать деньги. То есть это даже больше не инвестиционный совет, это такой совет просто... Житейский. Никому не стоит доверять. Это вот такой совет. То есть если у вас кто-то просит деньги когда-то в доверительное управление, не доверяйте этому человеку, потому что я уже с 16-го года в крипте и 17-го в медийке, скажу вам так, я насмотрелся уже такого, что даже блогеры умирали из-за того, что... В непонятных обстоятельствах. Ну, вполне понятных. То есть там был грабеж и убийство, там все было. То есть был человек, который взял в доверительное управление, известный человек, очень известный, который скупал все. А, я помню, давно еще история была, несколько лет назад. Да, не будем об этом. В доверительное управление никогда никому не отдавайте, тем более сейчас много 18-летних парнишек, которые готовы взять в доверительное управление от миллиона долларов и прочее. Не давайте никому такие деньги, это все обман, и потом этих парнишек вам придется искать, и это будет тяжело. Вот. Следующий совет, никогда никого не слушать, потому что блогеры, если он дает какой-то совет, вы сразу это как инструкцию к действиям принимаете, этого не должно быть абсолютно. А как? Ну, хочется кому-то доверять и вот откуда-то информацию черпать. Во-первых, академия. Сейчас многие биржи сделали хорошую академию. Балинц-академия, например. Очень качественная. Действительно, я посмотрел, очень хорошая академия. Даже бы я, наверное, у меня такой подход ко всему, прям качественный, я бы не смог такого сделать. Я бы потратил на это очень много времени, поэтому на байненце, да, очень крутая академия, мне нравится. Можно ей воспользоваться, понять, как что работает, и уже, исходя только из своих знаний, начать действовать. Только так. То есть не нужно блогера послушал, я сам являюсь блогером, скажу вам так, что не стоит доверять каждому блогеру и слушать его какие-то советы. В том числе и тебе. Ну, мне тоже не стоит, потому что я все-таки инвестор, и я, бывает, люблю рисковать, я могу зайти и высокорисковывать что-то, и могу и потерять. То есть получается не то, что не слушать, а можно разные точки зрения, наверное, впитывать в себя, да, и, ну, принимать свое собственное решение. Свое собственное. То есть не перекладывать эту ответственность на кого-то. Вложу, ладно, но он же сказал, а потом он будет виноват. Нету. И будут, как российские футбольные болельщики, там, сидя с огромным пузом перед телевизором, говорить, что не бегают-то, ребят, совсем. Да, в ваших инвестициях никогда нет ответственного какого-то другого, скажем так, персонажа, блогера, да, кроме вас. То есть вы взрослый человек, научитесь принимать решения самостоятельно. Инвестиции – такая вещь, если вы заходите, значит, вы рискуете. Нет безопасных инвестиций. Это все миф. Даже если это какой-то стабильный стейбл, и вы зашли под проценты под стабильные, многие видели, что недавно было со стейблами. Мы теперь уже убедились, что даже стейблы не являются постоянными какими-то безопасными. Нет ничего безопасного в инвестициях. Я терял очень много денег. А если, кстати, про стейбл говорить, то есть нужно, вы бы, наверное, если бы самообразовывались, понимали, что стейблы бывают разные, там алгоритмически с одной системой и математикой, алгоритмически и другие. Ну, если говорить про Binance Smart Chain, ну, это круто, конечно. Реально, это удобно, быстро и круто. Про это можно говорить, да. Мне цепочка эта нравится, но единственное, что как бы, ну, такое себе. То есть в последнее время рынок настолько начал просто быть нестабильным, и поэтому я уже опасаюсь, на самом деле, даже стейблов. Ну, есть вот, типа, скажем так, Binance и прочее. В общем, друзья, принимайте собственные решения, не доверяйте никому, кроме себя. Образовывайтесь. Это будет успехом, наверное, ваших собственных здравых. И вся ответственность только на вас. Да, результатом ваших здравых решений, за которые вы должны нести ответственность самостоятельно. Поговорим про будущее, как обычно. Побудем футурологами. Какие инструменты для инвестиций в будущем нас ждут? Может быть, это будут новые форматы бирж, будут сами инструменты, как инвестировать. Ну, и, конечно, вот я обещал вернуться к этому вопросу все-таки. Что может быть новым? Какая категория из крипто-технологических блокчейн-проектов может быть интересна? Ну, в любом случае, это игры. Это в любом случае можно реализовать с игрой, потому что если совместить игровую аудиторию с криптовалютной, это будет бум. Это точно. И я знаю, что многие игры пытаются даже в Steam зайти и, грубо говоря, там уже протолкнуть свой продукт. Но Steam запрещает это делать. И, соответственно, в этом... Ну, они просто блокируют, и все. Но одна игра сейчас прошла, но у них нет пока привязки к крипты. Вот и посмотрим, и скажется это в дальнейшем на играх. На играх это по-любому должно отразиться, потому что даже такие игры крупные, как GTA и прочее, они вот сказали, что... Знаешь, много разговоров, и недавно как-то я наткнулся на видео в YouTube про Web3 социальные сети, когда раньше были важны... Ну, и, наверное, я не совсем согласен, что не будут важны аудитории, лайки и просмотры, потому что это показатель какой-то, как мерить, много тебя посмотрело или нет, а будет важна, значит, ценность людей. И вот накрутки все уйдут, потому что каждая транзакция или каждый голос или каждый лайк будет стоить денег человеку, и он будет распоряжаться им с умом. Как ты смотришь вообще на Web3 социальные сети, где были же, на самом деле, уже эксперименты... Уже есть. ...четыре или пять лет назад, и сейчас, наверное, привязывай, расскажи. Сейчас есть. И на социальные сети, и вообще на Web3 мир. Сейчас уже появилось, и там момент какой? Все привязано к криптовалюте, то есть за просмотры ты получаешь криптовалюту. Плюс, бонус какой, если криптовалюта определенное количество накопилось, либо можно купить ее на бирже, то можно поднять себя в топе. То есть вот так. То есть не нужны никакие накрутки. Если у тебя есть деньги, ты можешь просто-напросто зайти в топ. Вот так все рассчитано. А что касается Web3, на самом деле надо Web3 еще дождаться, мне кажется, потому что переход с Web2 на Web3 и криптозима – это такой промежуток. Ну, вообще, криптозима и появилась благодаря, наверное, переходу, я так считаю. Готовлюсь. У меня завтра будет выступление в оффлайне, как раз про Web3 нужно будет говорить. Как ты объясняешь людям, что такое Web3? Да, на самом деле, просто как обновление. Вот у вас есть операционная система где-то? Просто обновились. Ну, а в чем? Ну, то есть я не знаю. Что стало лучше, что-то быстрее, что-то круче. Все, вот так объясняю. Потому что... Ну, а как же история про владение объектами, про то, что это собственностью становится людей? Да, то есть если раньше ты там играл в танчики по вечерам после смены на заводе и как бы туда инвестировал деньги свои, там, обновлял танк или перекрашивал в другой цвет, то теперь ты владеешь и можешь своему соседу в залог дать под, там, кредит деньгами и так далее. Ну, об этом нужно говорить, когда это уже будет нормально полностью применяться в действии, потому что вот у меня сейчас есть земля. Ну, что с этой землей делать? Мне сказали, ты можешь ходить на вечеринки, можешь к диджею сходить, можешь там к соседу сходить. Ну, а что мне с этой землей делать? В аренду ее сдавать. В аренду сдавать. Ну, в аренду. Строить. Да, но я ее купил, эту землю, там, потому что было очень мало. Где, кстати? Не будем упоминать, что за проект. В общем, есть, скажем так, которые интегрируют там NFT туда и все прочее. Есть такой проект, и свою землю я могу сдавать в аренду. А как оно себя дальше покажет, я не знаю. Может быть, они завтра скоманут. Поэтому пока что рановато рассуждать, посмотрим, как себя проекты проявят. Ты реалист, а не футуролог. Да, конечно, конечно. По факту, по факту. Вот появилась, купил, реализовал, попробовал. Я уже могу сказать, что как она будет развиваться. А пока что это все на бумаге. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Если вам он показался интересным, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий или вопрос мистеру Сайверу. Конечно, подписывайтесь на его YouTube-канал также. Ну и, конечно, небольшой бонус, как обычно, для тех, кто напишет самый интересный комментарий к этому видео, получит эту книгу с NFT-шкой внутри, которая совсем недавно вышла. Это опыт 7 лет программы на радио Мегаполисус 9.5 FM. Ну а мы встречаемся с вами ровно через неделю на этом же месте. С вами был Владимир Смеркис. Всем до новых встреч. Пока.